Это самые легкие 100% за два дня. Всем здрасте, сегодня утром проснулся и просто офигел. Linear, красавчики, лучшие, прекрасные. Не знаю, когда вы смотрите, но их добавили на Binance. Это самые легкие 100% за два дня. Просто самые легкие 100% за два дня. Мы уже зафиксировались два раза на этом движении частично. И это прямо здорово. То есть мы уже забрали свое и как бы сидим, просто смотрим на эту картину, как она будет развиваться дальше. Linear это, кстати, LR2 решение, и мы про него вам говорили. Очень, очень, очень мощно. Я прям офигенно рад. Молодцы, двигаются. Так, ну что, ребята, будем делать супер распаковочку. Это картинка, но это NFT-шка получается, да, у нас. Это у нас NFT-шка, которую я купил. Это, кстати, от Brick Spacer. Вот, то есть получается, что NFT-шка может быть не только картинкой. Мы сейчас вот это все откроем. А может, но где-то в интернете, да, она может быть вполне себе настоящей картиной на холсте. Вот, это, да, понятно, что это печать. Вот, ее распечатали в фотолаборатории. Туда все это бросаем. Но, тем не менее, это уже что-то. И вот такие картины. То есть у меня есть право, получается, собственности, да, сертификат на блокчейне. Вот, и у меня, соответственно, теперь, будь я сейчас еще потом телефон включу, мы снимем, как это выглядит. И еще из горячих новостей про Superfarm. Значит, они запартнерились с Injective Protocol. Теперь можно будет фармить там супер редкие NFT-шки от Injective. Короче, ребята делают, я понял, в чем у них идея. Они будут делать не какие-то там NFT-шки, да, художников. Они будут делать NFT-шки мощных проектов, крутых. И это им открывает путь к такому количеству коллабораций. Но это просто феноменально. Значит, он уже сделал 100% с точки входа Superfarm. И я его держу long-term, смотрю, когда они запускают платформу. И дальше будем принимать решение, фиксировать или нет. Вот, ребята, такая примерно стратегия. Ну, Superfarm сейчас он красавчик. То есть, он лежал на месте после того, как они провели токен сейл. Потом он скорректировался. Я на корректосе так смачно закупился. И сейчас он стоит больше 2 долларов. Ну, в общем, и с каждой такой новостью он, видимо, будет дорожать цене, если не будет глобальной коррекции. Опять же, все, что здесь сказано, это не совет по инвестированию, это всего лишь наша мысль. Мы просто рассказываем то, что мы делаем. Вот, она тут завернута. Есть разные способы заворачивания, да, картины, когда вокруг толстаю, обворачивают. Галерейный там способен, какие-то стандартные. Так, ну что, вот у нас получается все это мы сбрасываем. Опа, опачки. Вот так, да, наверное, должно это все выглядеть, да. Вот так вот. Сейчас мы еще это все дело снимем на телефон. Смотрите, вот так это выглядит, как бы, если издалека посмотреть. Красиво, много мелких деталей. Я напоминаю, что это был благотворительный аукцион. Я ее купил за 1,1 эфира на тот момент. Ну, это в районе 2 тысяч долларов обошлась вот эта NFT-шка, да. И эти деньги пойдут на благотворительность. То есть они достанутся человеку, 58 лет ему, из Сибири. Я забыл, к сожалению, как его зовут. Вот. Он занимается, вот, не знаю, много очень лет, там, 25 или 30 лет резьбой по дереву. И брикспейсер Степан сделал в таком вот стиле работу, в Cinema 4D. Так, ребят, еще огненные новости, значит. 18 марта в 20 по Москве, 20.00 по Москве, будет еще очередной дроп суперредких паков на NBA Top Shot. Значит, смогут его клеймить только те, у кого на аккаунте есть не менее трех карточек. У меня их больше, и это очень-очень здорово. Готовимся к дропу в общем NBA Top Shots. Ба-бам! Красавчики! Сделаем вот такой дополнительный ракурс. Вот так эта работка выглядит. Какие-то мелкие детали. Все это распечатано на холсте. И покрыто еще лаком. Ну, то есть, как мне, печать качественная. Обошлась вот эта печать, вот, самой работы, примерно в 4 тысячи рублей. То есть, распечатка в лаборатории, вот на таком холсте. Там, не знаю, сколько здесь сантиметров, да? Там 50 на 70 или 80 на 60 примерно. Вот. Вот такая вот работка. Вот так вот NFT-шки могут быть. И я ее где-то повешу, и у меня будет она висеть. Соответственно, у меня еще есть сам проект Cinema 4D. Вот этой вот работы. И у меня есть что? Ну, сертификат NFT. Вот так. Ну, я могу лично встретиться с брекспейсером. И он еще может мне потом вот здесь где-то подписать. Так что вот. Вот так выглядит современный NFT, ребята. И еще, что я хотел добавить. Если ты хочешь разобраться, как анализировать проекты самостоятельно, без таких трейдерианов, как мы со Славой, тебе обязательно нужно приходить на наш вебинар, который будет на следующей неделе. Ссылочку мы оставим под этим видео. Поэтому давай, переходи. Еще не поздно. Учиться никогда не поздно, дружи. А эта информация очень-очень ценная. И, конечно, нам говорят, вот вы там трейдерианы, дорого. Ни хрена не дорого, ребята. Та информация, которую мы даем, она может вам либо спасти кучу денег, либо дать возможность заработать. Тут, конечно, многое зависит от вас. И там нет какой-то золотой ложки. Но, тем не менее. Поэтому вы должны понимать, что все, что мы делаем, оно ценится гораздо дороже, чем оцениваем его мы. Поэтому, ребята, вам решать. Хотите, идите, изучайте. Это есть в свободном доступе. Чтобы примерно, хоть было понимание рынка, нам пришлось потратить со Славой 4 года. Но, может быть, если вы сильно одаренный человек, вам хватит и полугода. Но за эти полгода уже будет, как говорится, поздно. Поэтому, вперед. Итак, ребят, еще из интересного. Значит, на Космомасках, которые мы выпускали у нас, видео на основном канале выходило, получилось за неполные сутки около 100% заработать. За счет того, что мы залетели туда первыми. Эту информацию мы заранее скинули в чатик наш. Вот Hunters, там, где DeFi Hunters XXX. Они это тоже знали. То есть, еще до выхода в эфир этого всего. Конечно, в чатике уже об этом все знали. И те, кто хотели, тоже туда залетели. Сейчас, значит, мы пока продолжаем с ребятами сотрудничества. Космомаскс. Они хотят все это дело еще выпустить на Binance Smart Chain. Посмотрим, как это у них получится. Уже там, значит, больше, не знаю, там, 60 масок только от нашего комьюнити у них купило. Всего 16 тысяч там маск. То есть, еще куда. Но они собираются идти еще на англоязычный рынок. К английским разным блогерам. Там, к англоговорящим, точнее, да? Международным. Посмотрим. Я за то, чтобы этот проект развивался. У нас там пока отлично все фармится. Поэтому будем держать вас в курсе. Будем давать какие-то посты с нашей отчетностью. Ну и какие-то упоминания еще там, как бы, в эфирах. И в дальнейшем о Cosmo Mask вы увидите. Ну и в целом много проектов, о которых мы говорили. Макс об этом тоже, думаю, расскажет в этом влоге, да? Какие стрельнули. Там и Vax, и Elyna. Их на Binance Smart Chain добавили. Ой, точнее, тут прошу прощения, ребят. Не на Binance Smart Chain. На Binance Launchpad сегодня добавили. Я сегодня в них участвовал. И, кстати, сейчас надо будет открыть, посмотреть. Прямо вот начислили ли мне там что-то или нет. Получил ли я на Binance. Давайте прямо сейчас гляну и вам скажу. Потому что на эфире мы это все дело прямо делали. Открываю банан. Перехожу на вкладочку. Так, у нас сейчас я 12.20. По идее, вот, 0 часов. То есть сейчас должна быть идти калькуляйшен период до 12 часов. И Final Distribution до 13. Я заблокировал там 25 BNB. Вот так, давайте мы сейчас посмотрим. Я обновил. Так. Total BNB Committed. То есть 5,8 миллионов BNB туда закинули. 66 тысяч участников. Теперь мы ждем Final Distribution до 13.00. То есть через 45 минут будет все это дело раскрыто. Ну вот, вы видите, идет у нас получается сейчас. Калькулейтинг. 25 BNB туда залочил. Значит, всего, вот, как я и говорю, 5, значит, миллионов 800 BNB залочено. 66 тысяч участников здесь было. Ну, короче, посмотрим, что из этого у нас получится. Я думаю, какие-то, значит, токены Лина я получу. И, соответственно, они мне достанутся почти там, со стопроцентной скидкой. И это хорошо. Будем держать вас в курсе. Подписывайтесь, если не подписаны. Ну что, когда косанул немножко на Линьер, золото сзади появляется. Много золота сзади. Ручки. Ручки. Купил себе золотую ручку, когда косанул. Смотри, какая ручка у меня золотая. Серьезно. Еще ершик есть золотой. Знаешь, почему у меня ершик золотой? На вебинар к пацанам на ProBlockChain сходил. Иксов поднял. Вообще огонь, короче. Золота стало много. Вокруг меня прулось на все в золоте. Значит, Линьер отлетел в космос. Мы зафиксировались трижды, трижды огонян. Все, в общем, восхитительно. Ребятушки, обнял от души всем золото. И вот от Тузымун везде. Вот Тузымун. Еще вот эфир бы нам вот тоже Тузымун. И было бы огонян. Все, всех обнял. Максимилиан Баблокосян. До встречи. Увидимся в автосалоне Роллс-Ройса. Пока. Пока. Субтитры связано. Субтитры że. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok